Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рад представить вам очередной информационный блог от Славянской Церкви 27 дня здесь, в городе Сакраменто. Как всегда, несколько слов о жизни и служении нашей общины. В эту субботу проповедует будет пастор Александр Ханчевский, поэтому, пожалуйста, молитесь за его служение. Я верю, что Дух Святой будет использовать его особенным образом. Также в эту субботу вечером в 5 часов у нас будет служение от отдела здоровья. Ну, речь пойдет о кофе. Вред или польза? Долго ожидаемая тема, над которой мы хотели поразмышлять, поэтому мы приглашаем всех вас. Не пропустите эту встречу, это будет очень интересно. Служение не будет вестись в прямом эфире, поэтому, пожалуйста, если вы хотели бы знать, какие исследования есть в этом вопросе и как мы должны относиться к нему, приглашаю вас прийти в нашу церковь на эту встречу. Повторюсь, начало будет в 5 часов вечера. Также хочу напомнить, что в эту субботу это будет последний день, когда у нас открыт фонд для Сони. Хочу напомнить, мы собираем средства для того, чтобы помочь ей сделать операцию на другое ушко. Поэтому будем очень рады, если вы поддержите этот фонд. Ну и хочу напомнить, что у нас продолжается регистрация на подростковый зимний кабин. Поэтому мы будем очень рады всех наших подростков видеть на этой встрече, всех, у кого будет такая возможность. Это все у нас из рубрики объявлений. Единственное, что хотелось бы добавить, я уезжаю завтра вечером в небольшой отпуск, поэтому если у вас будут какие-то вопросы, обращайтесь, пожалуйста, к пастору Александру Ханчевскому. Он сможет вам помочь, дать ответ на любой вопрос, который вас волнует. Молюсь, чтобы Бог вас охранил, поддерживал рукой своей. И до скорой встречи. Хочу напомнить, что мы продолжаем молиться за здоровье Ларисы Подоляка, как я уже говорил, за Сонечку, за ее лечение. Продолжаем молиться за ситуацию на Ближнем Востоке и окончание войны в Украине. Ну и в заключение хочу прочитать текст из Священного Писания. Это Псалом 13, 2 стих. Мои пожелания, чтобы мы всегда были в числе тех, кто искренне ищет Бога, ищет Его воли в своей жизни. Всего вам наилучшего, дорогие друзья. До встречи на нашем благослужении уже в эту субботу в прямом эфире или же в нашем Доме молитвы. Всего вам самого наилучшего. Продолжение следует...